Во-первых, конечно же, всем добрый вечер, всем welcome в нашем неакадемическом искусствоведении, в котором мы с вами искусство любим искренне, без предубеждений и не боясь говорим о художниках все, что мы о них думаем. Думаем. Академическое, собственно, искусствоведение от неакадемического именно тем отличается, что мы с вами не зашурены узкой полосой канонов, которые канонизированы в этой науке, ну как бы науке, хотя на самом деле мы с вами уже говорили о том, что скорее это экспертная дисциплина. То есть мы не связаны всеми этими устоями, мы достаточно свободны в своем выборе и в своих словах. Вот. Именно поэтому, когда мы говорим о художниках, то передо мной не стоит задача рассказать вам кратенькую биографию того или иного мастера. Мне очень важно привязать какие-то вехи его жизни с эпохой связать и с его или ее творчеством, если мы говорим о художниках. Итак, у нас с вами сегодня Джеймс Эббот Макнейл Уистлер, который, тем не менее, нельзя об этом не сказать, родился 11 июля 1834 года. Он родился в Соединенных Штатах, в штате Массачусетс, в маленьком городе Лоуэлл. Вот это вот домик, в котором он родился, в семье Энн Макнейл. Кстати, вот ее фамилию Макнейл позже он возьмет и будет использовать тоже как фамилию отца Уистлер. И Джорджа Вашингтона Уистлера. Отец очень прикольный персонаж, он был инженером путей сообщений. По тем временам очень уважаемая специальность, такой, знаете, айтишник мощный середины 19 века. То есть, ну вот без него никак, потому что железные дороги – это самое главное вот в этой середине 19 века. И в Соединенных Штатах уже с ними как бы нормально. И отец его, его способности и таланты стали столь известны, что император Николай I приглашает его в качестве инженера вот этой вот дороги между Петербургом и Москвой. И вся семья Уистлеров приезжает в Россию. И какое-то время юный Джеймс, он живет в России, даже учится у некоторых российских педагогов, естественно, чаще всего немецкого происхождения, потому что все лучшее в России в то время делали немцы и преподавали в том числе. И так случается, что в России на службе у Николая I на этой железной дороге умирает его отец. И семья через Лондон, конечно же, возвращается в Соединенные Штаты. Не буду как бы пересказывать полностью все перипетии его воспитания. Мальчик был непростой, маме с ним было не сладко. Он поступил в военную академию. В военной академии учился крайне плохо, ужасно просто учился. И его терпели только лишь из уважения к семье, к памяти отца. Терпели, в общем-то, несколько лет, пока это все не закончилось экзаменом по химии, на котором Уистлер сказал, что кремний – это газ. После чего, как бы, ну вот уже у его военного начальства не было сил это все терпеть, и они с юным Уистлером расстались. А Уистлер, потом уже став известным художником, он шутя, вообще у него с остроумием было все в порядке, это потом еще отмечал Оскер Уальд, он сказал, что если бы кремний был газом, вот посмотрели бы вы, я бы еще стал бы генералом армии Соединенных Штатов. Но вот генералом он не стал, потому что из академии, по-моему, Сэндпоинт, я могу ошибаться, но по-моему, Вестпоинт, извините, его отчислили. И тогда он решил, что все, значит, он будет художником. А рисовал он уже тогда хорошо, как бы. Но художником он сразу не стал, а сначала он немножко поработал в области картографии. И вот эта карта обеих Америк, она нарисована юным Уистлером. И здесь уже видно, что у него все в порядке и с рукой, и с линией, он себя чувствует очень уверенно на этом поприще. Но, опять-таки, он очень недолго поработал в картографии, он уже очень много рисует. Мало того, у него уже даже дома на родине, в родном Лоуэле, у него среди друзей появляются поклонники, его же друзья, его одногодки, которые берут у родителей деньги и покупают его пейзажи. Мало того, благодаря вот этим первым продажам его еще вот таких, можно сказать, детских работ, у него появилась реальная возможность переехать в Париж, в центр искусства той эпохи. И я, если вы позволите, уже вот этот вот его автопортрет здесь повешу. Кстати, этот автопортрет написан несколько позже. Он переехал в Париж в 1855-м, это 58-й год, то есть Уистлеру 24 года, и вот он себя пишет вот так, и называет он эту вещь Уистлер в шляпе. То есть это не автопортрет, это именно Уистлер в шляпе. Почему вот так все заковыристо, так все сложно? Дело в том, что в ту эпоху, как бы Европа и Париж, как центр культурной Европы того времени, это место, где идет активный поиск новых смыслов. Дело в том, что вердикт красоте и всему прекрасному до этой эпохи, до времени Уистлера, до середины XIX века, этот вердикт выносится либо суверенам, либо группой лиц, которые его отождествляют собой. Но в той же самой Франции, которая вот со времен Франциска I чуть ли не центр цивилизованного мира, центр Запада, вот как бы с тех пор, понятное дело, что со времен того короля, который сделал Фонтенбло звездой, который начал перестраивать Лувр и делать из него то, что мы имеем на сегодняшний день. Со времен этого короля практически все французские монархи, за ними было последнее слово в области прекрасного и красивого. И, конечно же, и Генрих III, и потом, и Генрих IV, и все три Людовика XIII, XIV, XV, они активно участвовали в разработке как бы канонов и концепции красоты, особенно король солнца, потому что Версаль, потому что король барокко, потому что такой вот пафосный двор и эстетика имела огромное значение. Ну, Людовик XV, все знают, да, он все серьезные дела, в том числе решения из области красоты, отдал любимым женщинам сначала маркизе Пампадур, потом графине Дюбари. Людовик XVI, который больше любил слесарить и разбирать, и собирать часы, конечно же, доверил эту важную функцию королеве Марии Антуанетте, потом случилась революция, потом случился император Наполеон I, который, кстати говоря, к красивому относился серьезно. Дело в том, что когда он пришел к власти, в моде, ну, вы уж меня извините, я скажу пару слов о моде, я все-таки фэшн-дизайнер на секундочку, так вот в моде господствовал так называемый греческий вкус. И первые красавицы Парижа, Тереза Тольен, и, конечно же, конечно же, первая жена Наполеона I, императрица, ну, тогда она еще не была императрицей, Жозефина Роза Багарне, Бонапарт, они были приверженцами вот этого вот греческого вкуса. Что же такое греческий вкус? Это значит, что женщины поснимали перчатки и корсеты. Все, что они носят, это чулочки на подвязках, и шифоновые газовые платья полупрозрачные, которые, ну, вообще мало что скрывают на самом деле. В холодное время года поверх всего вот этого надеваются меховые манто и вообще какие-то буа из меха, и вообще желательно не мерзнуть, поэтому основательно протапливаются камины во всех комнатах, и дамы порхают вот в этих полупрозрачных туалетах. Когда случилась коронация Наполеона, и должна была случиться, и в Париж по приглашению императора пожаловал римский папа Пий VII, то дабы как бы все выглядело прилично и респектабельно, Наполеон издал специальный указ и дикт, в котором, значит, он приказал всем снова стать респектабельными, то есть никаких газов, ничего прозрачного, пожалуйста, оденьтесь все по-человечески, чтобы не было неудобно перед римским понтификом, тем более, что ему еще и жениться нужно было официально на Жозефине по обряду римской католической церкви, потому что они не были обвенчаны, что опять-таки папа сделал. Короче говоря, ситуация в опере. Наполеон очень любил музыку, все знают, что он любил оперу, он приезжает в оперу, приезжает с Жозефиной, должен приехать папа, и вот Наполеон, значит, своим зорким взглядом из императорской лужи видит, что в одной из луж появилась какая-то барышня, опять-таки вот в этом греческом вкусе, в этих газовых платьях, что делает наш генерал Бонапарт. Он останавливает все, и на весь оперный театр он кричит этой барышне, мадам, немедленно вернитесь домой и оденьтесь. Мадам в слезах убегает, и надо отдать должное Наполеону. Спектакль не начинается до тех пор, пока по-человечески обрядившаяся барышня не возвращается. Тогда Наполеон говорит дирижеру, все в порядке, начинайте. И спектакль начинается. Потом во Франции случается конец Первой империи, реставрация, бурбонов, потом обе-революции 1830 года, 1848-го. И уже вот к этому времени, когда Уислер приезжает в Париж, его величеством в Париже является публика, точнее ее величеством. И именно публика отныне принимает решение о том, что в искусстве круто, а что отстой. И оказывается, что в середине 19-го века это один из краеугольных вопросов, который очень важен для все приближающего и наступающего будущего. Поэтому почему-то на это будущее все возлагают большие надежды, и всем кажется, что вот оно сейчас изменит все, в том числе и изменит весь уклад жизни человечества. Кстати, не сильно-то в этом ошибались, по большому счету. И действительно, реформы уже идут. Впереди всех, конечно же, музыка. Мы все знаем, какой вклад огромный в музыку внес Верди. Мы знаем реформы Вагнера и Листа. В Париже уже идут пятиактные оперы Мейербера. И вообще музыка активно развивается. В музыке вовсю полный разгул романтизма. И мы ищем новые формы и новые смыслы. Немножко от всего этого отстает изобразительное искусство. И в гущу всех этих событий попадает молодой Джеймс Уистлер. Не могу вам не показать эту вещь. Вот она для меня, квинтэссенция, такая метафора второй половины 19 века. Это совершенно потрясающий каталанский художник Рамон Кассос. Эта вещь называется «Юная декадантка». И вот в этой лежащей на софе барышне с книжкой, вот такой вот задумавшейся, которая приняла вот в совершенно не картинную позу, как это положено на парадных портретах Францикса Винтерхальтера той эпохи, а вот так вот просто упала на диван, вся в чувствах и в нервах. Вот в этом нерве вся вторая половина 19 века. Не забываем, что это та эпоха, о которой написана бесконечно прекрасная опера Пучини «Богема». И вот в эту «Богему» врывается Уистлер. Уистлер, надо отдать ему должное, он уже в эти свои достаточно юные годы, ну что там ему, 26, 27 лет, 28, он уже прекрасный живописец. И у него все хорошо с цветом, с композицией, с формой. Вот это его небольшая вещь, это он пишет свою племянницу с ее матерью. То есть это дочь его родного брата, или двоюродного брата, я уже не помню, и его жена. Причем вот Уистлер как бы ничего не пытается нам сказать. Он просто пытается до нас донести красоту этой ситуации. Это музыкальная комната, это женщина в черном за роялем, девочка в белом. И Уистлер явно хочет, чтобы мы услышали музыку, чтобы мы услышали эти звуки, возможно, Шопена или Шумана, которые издает этот рояль. Но вы посмотрите, как он, мерзавец, пишет вообще эту комнату. Это те стекла, которые закрывают картины в этих тяжелых рамах, которые висят по стенам. Этот лак этого рояля. И вообще как бы вот его мазок, его структура письма. Вот видно, что наш предыдущий герой, Диего Веласкес, в момент обучения Уистлера, наверное, имел огромное, возможно, даже решающее значение для него. И, конечно же, Уистлер уже очень лаконичен. Дело в том, что Уистлер один из первых художников 19 века, который задумывается о таких вещах, как смысл искусства вообще. То есть не «что я хочу сказать этой картиной» или «что изображено на этом полотне». Нет, для него важно вообще все искусство, изобразительное в данном случае. И вот он приходит к прекрасной теории, которую, кстати говоря, не он первый высказал, она звучала уже к этому времени. Это так называемое искусство ради искусства. «L'art polar», как говорят французы. И здесь как бы вот в этой концепции нет места каким-то социальным, духовным, религиозным, каким-либо другим смыслам. Здесь имеет значение, прежде всего, мастерство художника, и его воля, его талант, высказанный посредством красок. Вот еще одна музыкальная комната, это тот же интерьер, это те же люди, но здесь Уистлер уже, ну опять же, он видел Веласкеса, он видел «Лас Менинос», все эти игры с зеркалом. Посмотрите, вот эта женщина, которая стоит справа, она на самом деле с кем-то разговаривает. А с кем она разговаривает? Конечно же, с той женщиной, которая отражается в зеркале. Но на композиции эта женщина у нее за спиной. Хотя мы-то все понимаем, что она наверняка перед нею. То есть Уистлеру нравятся эти игры, он с удовольствием этим занимается. Ну и обязательно, конечно же, девочка, которая что-то там читает или изучает. Ну как без нее? То есть вот такой вот третий персонаж. И так и хочется поговорить о том, что же изображено на этой картине. А Уистлер как бы говорит нам, да нет, ну это же не об этом. Вы посмотрите, как я вазочку написал. Да какой вот этот вот красивый черный силуэт. То есть он в принципе, вот в этой вещи, он может быть даже того не осознавая, он как бы переосмысливает Киаро Аскуро Караваджо. Караваджо в свое время первым, наверное, использовал вот эту вот технику активной тени и активного света. То есть, собственно говоря, Киаро – это свет, Аскуро – это тень, темнота. Но Уистлера это перерабатывает совершенно по-другому. Он перерабатывает за счет светлой девочки и темной женщины. Я имею в виду темный силуэт платья женщины и светлый силуэт платья девочки. Ему больше нравятся вот такие вот декоративные какие-то ходы. Но, опять-таки, это не больше, чем мои домыслы, на которые я, безусловно, как зритель имею право, как и вы имеете право на свои. А Уистлер от нас хочет, чтобы мы насладились его живописью, потому что это все действительно очень прекрасно. Это очень красиво. И то, что он делает кистью, те бесконечные вариации серого, которые он находит, это пастельная гамма, это жемчужный колорит, это что-то совершенно невероятное. И это очень красиво. И это было необычно и неожиданно в Париже в то время, потому что в это время в Париже правит Гюстав Курбе и его реализм. Это самый, ну, скажем так, среди продвинутой молодежи это самый модный художник. Вы знаете его, наверное, по вот этому совершенно потрясающему портрету. Он называется «Прекрасная ирландка» или «Портрет Джон». Хотя на самом деле здесь изображена совершенно конкретная женщина. Это Джоан Хеферлан. Она ирландка. Она жила в Париже. Она была любимой натурщицей Гюстава Курбе. И ходили слухи, что она была его тайной возлюбленной, хотя она это скрывала. Он тоже в этом не признавался. И с нею познакомился у Курбе Уистлер. Уистлер познакомился с нею и влюбился. Влюбился совершенно без памяти. Он влюбился в эти рыжие волосы, в ее низкий голос. Она была высокого роста, совершенно божественно сложена. и Уистлер становится поклонником ее как натурщицы. Она много ему позирует. Мало того, позируя ему, через какое-то время она становится открыто его любовницей. Барышня, конечно же, была немножко себе на уме. Уистлер каким-то чудом умудрился в Париже, копируя работы в Лувре и продавая их. Он умудрялся одно время жить так на секундочку в латинском квартале. То есть практически центр Парижа, южный берег Сены, напротив сада Тюильри, то есть напротив острова Сите, такое вот место очень тусовочное, опять же. И какое-то время Уистлер живет там в очень неплохой квартире. И Джоан Хиффернан, по всей видимости, решила, что ну вот ее это устраивает. Наверное, ее отношение к Уистлеру изначально было немножко таким потребительским, но, наверное, впоследствии она все-таки прониклась к нему очень глубокими чувствами, потому что есть сведения, что когда он умер, у его гроба появилась пожилая женщина с необыкновенно красивыми волосами, целый час провела у его гроба и говорят, что это была именно Джоан Хиффернан. Итак, он в своей манере пишет ее портрет, который он пытается в 1865 году выставить, простите, в 62 году, выставить на Парижском салоне. А что такое Парижский салон? Парижский салон это ну чуть ли не ежегодная выставка, которая, ну нет, она проводилась там раз в два года, раз в три года, которая практически со времен кардинала Ришелье проходит в Париже. Сначала она проходила в том самом салоне Каре, в котором висела Джоконда Леонардо да Винчи, собственно говоря, благодаря этому помещению эта выставка и получила это название Парижского салона. А потом она начала кочевать, потому что как бы этот салон проводился и в Пале-Рояле какое-то время. И, что самое важное, члены Академии изящных искусств были жюри, которые, ну, были тем жюри, которая отбирала картины для этой выставки. И выставка это была шагом к финансовому успеху художника. То есть, если на этой выставке была возможность выставить свои работы, то после этого как бы ты уже имел все основания для того, чтобы просить достаточно приличные деньги за свой труд и считался вообще серьезным художником. То есть, это такой важный трамплин в карьерные лестницы для художника во Франции, который вот существовал уже такое вот приличное количество лет. И Уисклер пытается выставить вот эту картину, этот портрет Джоан Хифернан на Парижском салоне. Парижский салон в то время очень сильно тяготеет к академизму. То есть, что шло на ура в Парижском салоне, это вот такие вот вещи. Это Александр Кабанель, это академист. Академист, причем махровейший. То есть, махровия Жанна Агюста Доминика Энгра. И вот это рождение Венеры. И вот это рождение Венеры, как только оно было повешено на Парижском салоне, император Наполеон Третий его купил тут же. Вот в светской среде того времени, то есть, и конкретно у императора Наполеона Третьего, вот в моде была вот такая живопись. Вот такое вот искусство считалось, истеблишмент считал крутым. Опять-таки, он его считал вслед за императором, который, в отличие от покровителя Виласкеса, короля Филиппа Четвертого, не очень, прямо скажем, разбирался в искусстве. Как и вообще мало в чем разбирался на самом деле. Вы знаете, Бисмарк сказал о Наполеоне Третьем совершенно волшебную вещь. Он сказал, что это самая незаслуженно недооцененная посредственность в политике того времени. И вот, видимо, это была недооцененная посредственность в искусстве. Да, так вот, эту картину купил Наполеон Третий, и это Александр Кабанель. Так что же происходит? Что круто, а что отстой? Давайте разбираться. Уистлер, Гюстав Курбе реалисты в то время, да, и же с ними, то есть, в это время уже работают молодые Эдуар Манне, Камиль Писаро, Клод Манне, Эдгар Дега, Ренуар, то есть, они уже все есть. Это все вот молодежь. Вот эта молодежь пытается для себя решить, что круто и что отстой. Они, в принципе, для себя решили, что Кабанель и вот это вот, вот весь этот академизм, это отстой, и они будут делать совершенно другие вещи. Действительно, Гюстав Курбе и все остальные, они делают совершенно другое искусство. Для этого достаточно посмотреть вот на то, что творит сам Уистлер. посмотрите на эти огромные глаза, на то, как он пишет волосы, то есть, для 19 века это очень смелая техника. Мы сейчас на это с вами смотрим и думаем, боже мой, да Валентин Александрович Серов, да, у них вот что-то общее вот в манере есть. Оба немножко минималисты, оба любители 5000 оттенков серого, оба любители красиво закомпоновать картину, поставить человека, ну и вообще, чтобы все было хорошо. Но Уистлер, он в отличие от Серова, он более изящный, он более тонкий, он более прозрачный, что ли. Он не позволяет себе очень многих смелых тех вещей, которые делает Серов, он позволяет себе другие смелые вещи. И вот такой вот живопись крутую живопись как бы в виде Туистера, делает Туистера. И мало того, круг его друзей, тут же Кюрбей, начинающий импрессионист, они еще не знают, правда, что они импрессионисты, они вот это вот все тоже считают, ну это очень классно, очень здорово, это очень круто. Вот. Академисты, конечно, с этим не согласны. В Англии вообще забавная ситуация. в Англии в этот же период примерно появляются прерафаэлиты. И Данте Габриэль Рассетти говорит о том, один из главных прерафаэлитов, что они создали вообще совершенно новое искусство, все другое. Но самое смешное, что прерафаэлизм в результате он вырождается вот в тот самый академизм Кабанеля, который мы с вами только что смотрели, и которые вот эта французская молодежь называют уже отстоем. То есть все очень лихо заверчено, все очень сложно. Жюри не пропускает эту картину. Она не попадает на официальный парижский салон, как, впрочем, и не попадают картины Гюстава Курбе, не попадают оба Моне, Моне и Моне, не попадает Ренуар, и Дега не попадает, никто не попадает. Попадают одни академисты типа нашего друга Кабанеля. Художники возмущены, этих художников много, и они молоды, и этот шум, их возмущение, а у них есть друзья, а среди их друзей как бы есть золотая молодежь, у которой есть родители, которые приближены к императору Франции. Короче, шум доходит до Наполеона Третьего, и уже не могу не показать вам этого персонажа, тоже вот персонаж полностью соответствующий второй половине 19 века. Кстати, портрет работы Франца Оксавида Винтерхальтера, любимый портретист всех монарков и всей аристократии второй половины 19 века, то есть к нему, как в свое время к Рубенцу стояли в очереди, то есть записывались в очередь, герцоги, принцы, короли переписывались друг с другом, просили, ну вот надо срочно, дочь выходит замуж, надо написать портрет, дать ей с собой в дорогу, не уступишь ли ты мне свою очередь? И Винтерхальтер ехал к счастливому обладателю нового портрета, то есть, но, опять-таки, такие люди, как Наполеон Третий, как королева Виктория, да, это вне очереди. И Винтерхальтер написал несколько портретов Наполеона Третьего, вот это вот один из них. То есть, ну, вы понимаете теперь, почему все его хотят, потому что, ну, во-первых, император у него красавец. Осиная талия, широкие плечи, сильные ноги, посмотрите, какой взгляд, какие усы, бородка, уверенная рука сжимает длань правосудия, а какой горностай на мантии. Это же просто фантастика. Вот, в ситуацию, короче говоря, входит Наполеон Третий и предлагает создать альтернативный парижскому салону, салон, который в историю искусства вошел, как салон отверженных. И на этом салоне отверженных выставляются все, в том числе и наш Уислер. И Уислер здесь выставляет вот этот вот самый портрет Джоанн Хифернан, который так прекрасен, и который со временем, чуть позже, он назовет симфонией в белом номер один. Дело в том, что музыка, как я вам и говорил, она идет немножко впереди живописи. И знакомясь, когда Уислер познакомился с Теофилем Готье, Теофиль Готье заразил его вот этой вот идеей связи синтеза искусств. И Уислер музыкальную терминологию потихонечку переносит в свою живопись. Ему это очень удобно. Он апологет вот этого течения искусства ради искусства. Для него очень важно, чтобы зритель не рассуждал, что хотел сказать художник. Ему важно, чтобы зритель наслаждался его живописью, как он наслаждается третьей симфонией Брамса. И просто внимал тому, что дает ему художник. И Уислер пишет аж три белых симфонии. И главными героинями всех трех симфоний является все та же Джоанн Хиффернан. Здесь на этом портрете уже появляются предметы, которые сопровождают Уислера всю жизнь. Вот это бело-синяя керамика, традиционная китайская керамика эпохи династии поздний Мин. Вообще китайское японское искусство имеет для него огромное значение. вот этот веер, который у нее в руках зеркало. здесь уже по-моему да, здесь он еще подписывает эту картину. Вот мы видим здесь надпись Уислер. Он скоро перестанет это делать. Он изобретет целый ряд рисунков, которые будут его подпись как бы заменять. Чаще всего это будет бабочка. И мы тоже с вами будем ее видеть. Вот это он назвал симфонией в белом номер два. И действительно он фантастически работает с белым цветом, он работает с белой фактурой, причем вот пишет он очень легко и просто. У него манера письма, которую очень легко копировать. И ты удивляешься тому, насколько действительно просто он аранжирует этот цвет и вообще всю структуру этого портрета. Мало того, он большую часть своих картин вообще станет называть именно аранжировками. То есть у него симфонии, аранжировки и ноктюрны, которые мы тоже сегодня будем видеть. Ну и вот это симфония в белом номер три. И здесь тоже слева на вот этом диване мы видим Джоанн Хиффернан. И опять же, так и хочется поговорить о том, что здесь происходит, что делают эти две девушки. Почему они рядом, почему в таких позах? Нет, Уистлер этого всего не хочет. Он хочет, чтобы мы наслаждались глазами, рты закрыли и получаем удовольствие от того, что видим. Мало того, он даже своей собственной рукой здесь слева он подписывает, что это такое. Он хочет, чтобы мы это считали симфонией. Ин Уайт номер три. Уистлер. 1865 год. Вот. Джоанн Хиффернан прожила с ним практически целое десятилетие, ну около того, в той или иной степени. Причем периодически как бы они живут вместе и все вокруг говорят о, Джеймс, ты живешь с Джоанн? Да нет, я не живу с ней, она просто присматривает за моим сыном, говорит Уистлер, у которого нет никакого сына пока еще в это время. Периодически в Париж, а потом они переезжают в Лондон, приезжает его мама Энн Макнейл. И когда она приезжает, Джоанн из квартиры ненадолго уходит, пока мама там, дабы ее не раздражать, потому что мама совершенно респектабельная женщина, выросшая в ту же эпоху, когда выросла королева Виктория, она полностью разделяет взгляды викторианской эпохи. Все должно быть прилично. Яша, что ты творишь, с кем ты живешь? Она, конечно, в курсе его дел, она знает, с кем он живет. И она все время говорит ему о том, что она ему не пара, что она не та, за кого себя выдает. И скоро Уистлер и Джоанн Хиффернан расстаются. А расстаются они еще и потому, что ее портрет написал и выставил Гюстав Курбе. Да какой портрет! И вот в этот момент, дорогие друзья, я должен сказать, что если рядом с вами сейчас есть несовершеннолетние дети, то лучше их отправить куда-нибудь погулять, потому что то, что я сейчас вам буду показывать, да, эта вещь висит прямо в Орсе в Париже. Ты заходишь и в какой-то момент она просто попадает в поле твоего зрения. И даже для тебя, человека 21 века, на тебя, на взрослого человека, эта вещь оказывает совершенно удивительное воздействие, потому что это не то, что реализм, это натурализм. Поэтому я вас предупредил. Гюстав Курбе назвал это сотворение мира. И это сотворение мира было выставлено в Париже или в Лондоне на выставке, честно говоря, не помню, где именно. И туда пришел Уистлер. И Уистлер это увидел. И у него был скандал с Джоанной. она утверждала, что это не она. И Курбе утверждал, что это не она. И на сегодняшний день целый ряд искусствоведов тоже говорят, алло, Уистлер, это не она. Но вы знаете, Уистлер что-то знал. Он что-то знал, потому что он был свято убежден, что это она. И вот после вот этого сотворения мира Юстава Курбе они с Джоаном Хиффернан расстаются навсегда. Они несколько раз встречались, они люди приличные, как бы они прилично вели себя при встрече, но они больше не живут, не дружат, не общаются. Но интересно другое. у Уистлера появляется вот такая подпись, вот такая бабочка. Этот рисунок, кстати, он находится в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов, и это его рисунок 1890 года. Вот такая вот веселая бабочка появляется у Уистлера. И вот я ничего не хочу сказать, но почему-то мне показалось уместным вот после сотворения мира Курбе показать вам вот эту бабочку Уистлера. Но мы переходим к не менее интересной теме, теме международной выставки в Париже. Она имеет огромное значение вообще для творчества Уистлера, потому что с японским искусством, которое он боготворил, которое он хорошо знал, и вообще оно врывается в европейское искусство и европейскую культуру, он знакомится прежде всего здесь. Вот то, что вы видите перед собой, это очень точное изображение того, как выставка выглядела в Париже в 1867 году. Это Марсово поле. Это Марсово поле, и мы смотрим на него как раз почти с того места, где сейчас находится площадь Трокадеро и метро Трокадеро, откуда вообще самая красивая смотровая площадка на Эйфелеву башню и на Марсово поле. Так вот, это огромное Марсово поле на этой выставке было застроено вот такими павильонами, где каждая страна представляла свою культуру и свое искусство. И здесь на Парижской выставке впервые после Лондонской была самой же Японией представлена Япония. Но опять-таки это за год получается до революции Мейдзи, когда Сёгун вернул императору властные полномочия в Японии. То есть это еще феодальная Япония выставляется в Париже. Ну просто посмотрите как подробно ну вы же понимаете что фотографии это не фотография то есть это нарисовано как подробно изображено всё причем досконально вон она та военная академия в которой учился Наполеон сейчас вот как раз здесь перед этим фасадом стоит вот эта стела прозрачная стеклянная на которой на всех языках написано слово мир а вот это же всё сейчас как бы пусто то есть на самом деле вот сейчас это выглядит так то есть огромное Марсово поле и Эфелева башня которая стоит как раз вот вот прям вот в этом месте вот этот мост как раз к ней идёт а дальше просто Марсово поле на котором конечно весной пикнички вообще как как мы все за этим наверное соскучились а вот так выглядел япон достаточно скромненько надо сказать выглядел японский павильон на этой самой выставке но несмотря на то что японский павильон выглядел так скромно представленная Япония была шикарна во-первых европейцы были поражены этим портретом на шелке это первый сёгун в истории Японии человек которому император Го Сиракава преподнёс этот титул Сейтай Сёгун который означает великий полководец покоритель варваров которых правители Японии будут носить как раз с конца 12 века и по время Уистлера это прижизненный портрет этот портрет на шелке написан в 1179 году это конец 12 века это Фудзивара это японский художник мало того забавно что в этом во всем мы все помним что Веласкес был придворным художником у Филиппа IV то есть по сути простолюдин Веласкес придворный художник короля то есть аристократа номер раз в Испании того времени а здесь все с точностью да наоборот дело в том что Фудзивара это правящий род в Японии в это время это еще до эры Минамото это период войны Тайра и Минамото но официально Японии правят Фудзивара и художник Фудзивара Токанобу он имеет отношение к правящей династии и он пишет портрет по сути еще пока что простолюдина в 1179 году Минамото но Юрий Томо который здесь изображен он простолюдин он еще никакой себе не сегун сегуном он станет только через 4 года но вот это лицо этот взгляд эта манера письма вот этот вот золотистый фон ну все просто обалдели ну во первых этот золотистый фон так любим все тем же Веласкесом который вообще не знал японского искусства и который жил за 200 лет до Уистлера но как раз это тот период вот Уистлера импрессиониста когда Веласкес снова становится одним из самых важных художников в истории культуры для Европы и этот портрет конечно производит неизладимое впечатление на всех художников а вот что с европейскими художниками творит Утагава Хиросига в то время как Утагава Хиросига и его дождь вот с левой стороны вы видите он их современник он еще жив и здравствует в это время и этот его дождь произвел на французов впечатление такое что Ван Гог работу которого вы видите справа он пишет свою интерпретацию на тему Утагава Хиросига причем ну когда вот они стоят вот так вот рядышком я на стороне Утагавы хотя я очень люблю Ван Гога после вот этой вот выставки Клод Мане пишет свою жену это я это называю портрет мадам Мане в кимоне он пишет ее в кимоно и с таким количеством вееров то есть все японское это страшно модно то есть в каждом приличном доме в мастерской каждого уважающего себя художника если не кимоно то хотя бы веер чайничек или например китайская ваза династии Мин ладно уже не важно что она не японская но обязательно должны быть и Клод Мане не устоял против того чтобы купить жене и кимоно и куча вееров и вот такой вот шикарный портрет в котором кстати говоря очень большие проблемы с пропорцией если вы присмотритесь то вы увидите что она совершенно двухметрового здесь роста по идее должна быть вот учитывая размер ее головы вот изгиб руки в локте и вся остальная фигура совершенно двухметровая барышня но до такой степени увлекся Клод вот этим всем что ты ему это прощаешь вот ради этого самурайчика который изображен на этом кимоно причем скорее всего это какое-то вот такое кимоно которое вот не настоящее не аутентичное а именно знаете вот такое туристическое то есть вот специально для французских туристов для французов неотесанных сделали привезли на выставку купите халатик жене потому что ну в Японии вот такую расцветочку не носили у японцев было все хорошо со вкусом Уистлера не минула чаша сия он тоже пишет на эту тему он не может без этого обойтись ему тоже это страшно нравится и он пишет свои вариации на японско китайские темы и вот вот эти вот шарфы белые которые висят у барышин причем это на секундочку называется уже по-моему это у нас пошли аранжировки сейчас я вам скажу точно да это трио в сером и розом и вот здесь вот на стене должны были быть много веров нарисовано но в какой-то момент видимо он забросил эту работу но красиво безумно вот действительно он чувствует цвет он умеет его уравновесить у него это красиво и а вот это вот уже его законченная работа опять же да вот мы видим что здесь дань уважения японскому искусству при этом во все вот это вот японское он обрядил вполне себе европейскую барышню есть подозрение что это мод франклин его следующая возлюбленная с которой он жил но не факт кстати говоря и вот он это называет принцесса из страны фарфора картина эту мы с вами еще встретим она займет свое совершенно уникальное место в уникальной комнате и с этой комнатой вместе переедет из Лондона в Вашингтон или вот эта вещь трио гармония телесного и розового тоже очень красиво тоже наверное мы могли бы порассуждать о чем это но Уислер от нас этого не хочет он хочет чтобы мы насладились тем как он умеет закомпоновать и как он умеет написать и какой он блестящий колорист и здесь это есть хотя к сожалению композиция здесь вот в этой репродукции она слишком темная она в реальности немножко светлее но без зонтика китайского он не обошелся потому что опять же ее величество мода она диктует все ну а в капричио в фиолетовом и золотом опять-таки капричио это термин из музыки знаменитый капричио Паганини может быть помните я бы вам напел бы даже его да у меня он честно говоря вылетел из головы но неважно опять же скорее всего барышня совершенно европейской внешности возможно все та же мод Франклин но она в кимоно она в тканях явно восточного происхождения и вот расцветочка вот этого кимоно она уже ближе к тому что в реальности носили японцы а не то что на мадам Мане в портрете ее мужа работы ее мужа и золотая ширма в качестве фона вообще вот такой вот фон он конечно абсолютно абсолютно идеальный для вот такой вот яркой какой-то изысканной вещи и посмотрите ну как же без вазочки китайской династии мин бело-голубая керамика бело-голубой фарфор конечно же цветы конечно же японские гравюры скорее всего это ксилографии какие-то или у Тамара или хакусай опять-таки в Европе продавались лучше чем Японии вообще как бы на продажах в Европе вот искусство японское искусство того времени ну просто конечно же озолотилось потому что ну это было дико модно в то время в ту эпоху Уистлер блестящий колорист и пожалуйста он все-таки не удержался чтобы не написать барышню которая просто расписывает вазу то есть здесь как бы сюжет есть но Уистлер конечно же хочет чтобы мы больше обращали внимание на орнамент этих ваз на то как он это пишет на ее костюм на выражение ее лица а не на сам сюжет мне это для него важно и вот следующий вот в этой работе ну это очень сильно читается это музыкальные вариации зеленого и телесного или на балконе нет чтобы назвать это просто на балконе нет музыкальные вариации на тему телесного и зеленого и конечно же музыкальные инструменты из Японии посуда из Японии вот она наша новая подпись вот пока что вот так вот такая у нас бабочка пишет волшебно пишет тонко полупрозрачно но все лица портретны все лица характерны ему удается буквально там легкими какими-то нажатиями кисти на холст передать и шелест шелка и структуру материала вот эти вот вот эти вот жалюзи которые здесь висят ну ты фактически вот слышишь как они трепещут на легком лондонском ветру а это кстати вот уже лондонский период его жизни собственно говоря вот он сам вот так вот он выглядит и в этот свой период Уистлер надо отдать ему должное он первый из художников понимает вот что публике важно дать не только картинку ей важно дать контекст ей важно дать объяснение и если уж ты считаешь себя носителем какой-то теории в области искусства то ты должен быть глашатаем этой теории и ты должен никто как не ты как бы никто лучше тебя эту теорию публике собственно и не объяснит и Уистлер делает следующую вещь он пишет книгу он пишет так называемую десятичасовую лекцию она десятичасовая потому что эту книжку в неспешном темпе с чайпитиями с прерывами на чай можно легко прочитать за 10 часов то есть без больших перерывов и вот в этой лекции он объясняет свой взгляд на искусство на то каким оно должно быть что в искусстве круто и что в искусстве отстой по поводу ну как бы очень высоко эту вещь оценил Уайльт и вот смотрите что пишет Уайльт о книге Уистлер 10-тичасовая лекция которую он считал шедевром не только из-за его острой сатиры и забавных шуток но и из-за чистой и совершенной красоты многих из его отрывков потому что на мой взгляд он действительно является одним из величайших мастеров живописи и я могу добавить что с этим мнением сам мистер Уистлер полностью согласен да Уистлер отдает себе отчет в том что он талантовый художник не просто талантовый художник возможно он художник вообще гениальный Япония сотворила с ним чудо у него открылся совершенно новый взгляд на мир он стал каким-то совершенно медитативным и помноженным на то что он увидел у японцев и вот когда он пишет вот этот вот мост в Бадерсе он называет это музыкальными тоже музыкальными вариациями но дело в том что позже вот эти свои картины он назовет ноктюрными ноктюрными точно так же как ноктюрный Шопена музыкальное произведение которое мы переводим переводим на свой понятный нам язык как нечто ночное то что надо исполнять ночью при свечах и вот он пишет этот ноктюрн который позже он назовет ноктюрном синим и золотом где он этот мост и поднимает он делает его выше чем он есть на самом деле и как бы выгибает его и у него посреди Лондона получается вот такой совершенный японский мост у него через время состоится судебный процесс в Лондоне ему попадется судья который говоря об этой его картине судья конечно был большим оригиналом причем он скорее всего вот я так себе вижу эту картину он не шутил это не был сарказм это не была ирония наверное он был абсолютно серьезен и для него как для судьи очень важно было внести полную ясность в то что он видит он спросил у Уистлера какую часть этой картины следует считать мостом публика хохотала как резаная конечно это страшно всем понравилось и вообще Уистлер у всех был на устах и это было не самое как бы простое для него время мы об этом скоро будем говорить во многом наверное это связано именно с тем что всем знакомый мост он сделал вот таким вот очень высоким каким-то выгнутым но при этом получилась совершенно ну необыкновенно красивая вещь невероятно красивая вещь и от нее действительно невозможно оторваться и вот это кстати ну такая очень неплохая репродукция и он здесь все такой же нежный легкий воздушный и такое впечатление что это написано немножко по-японски и все это с таким вот японским силуэтом этого мостика и эти люди которых мы там видим и безусловно вспышка вот этой вот падающей ракеты какой-то фейерверк судья конечно был неправ вот эти его работы которые мы сейчас будем смотреть они все ноктюрны вот это вот его ноктюрн это вестминстерский мост причем вот мы смотрим на этот ну как бы он стоит до сих пор да и мы смотрим сейчас на район Ламбет то есть вот с левой стороны вот эти вот огни которые отражаются в Темзе это собственно он и есть мост а с правой стороны вот эти башенки которые вы видите это не что иное как здание парламента это вестминстерский дворец он в этот период строится вот то его знаменитое здание которое мы с вами все сегодня знаем еще один его ноктюрн тоже вечерняя Темза маяк огни Уистлер первых среди художников в Европе делает вот такие вот ночные пейзажи откровенно ночные причем и такие смелые ну это практически белые ночи ну как это красиво и он пишет это на доске и он это пишет открытым цветом и какая зеркальная у него Темза а вот этот вот ночной ноктюрн в парке с падающей ракетой он сыграл с Уистлером злую шутку Уистлер вполне осознанно серьезно и он в этом абсолютно прав он считал эту вещь одним из лучших своих ноктюрнов она действительно очень красива и мы понимаем что это парк мы понимаем что это фейерверки вот эти вспышки и человек который остановился на это все смотрит это необыкновенно это необыкновенно красиво но он выставил эту вещь на одной из выставок в Лондоне и запросил ну как бы естественно на этой выставке все картины продавались вот он захотел очень приличную сумму за этот ноктюрн за этот пейзаж по сути это пейзаж и Джон Резкин который был в этот период искусствоведом и критиком художественным номер один в Лондоне он написал в Таймс разгромную статью которая ну большей частью своей была посвящена именно Уистлеру и Резкин пишет собственно говоря вот он сам Резкин пишет что за то что художник вылил на публику горшок краски он хочет 200 гений ну во-первых гения как бы это золотая монета достаточно крупная и 200 гений это целое состояние это очень дорого проще говоря Джон Резкин немножко знает свое дело он сам немножко художник вот то что вы видите это его автопортрет это нарисовал он сам мало того он лучший друг при Рафаэлитов и в том числе того самого Данте Рассетти с которым так дружен Уистлер мало того Джона Резкина все знают как человека который открыл миру Уильяма Тернера которого не видели не знали не понимали который себе тихонечко сидел в своей мастерской писал свои пейзажи вот то что вы видите это замок Норхен восход солнца это 1845 год и я подчеркиваю это 1845 год а некоторые из вас глядя на эту вещь скажут бог то мой да это же импрессионизм нет импрессионисты появятся только через 25 лет они еще не знают что они импрессионисты и что они будут заниматься импрессионизмом а Уильям Тернер в Лондоне знает что он делает но он правда не знает что это импрессионизм он просто вот так он видит он вот такой художник он творит вот такие вот вещи совершенно уникальные он опережает эпоху он создает реальные впечатления которые Резкин сделал достоянием больших выставок и понимание публики того времени он положил на это жизнь и вы знаете Уистлер подает на Резкина в суд он подает в суд и собственно говоря его иск связан с тем что из-за вот такой вот критики Резкина его картины резко теряют в сцене он недополучает доходы а у него на содержании там несколько женщин он строит в Лондоне дом у него большие планы ему нужны деньги он привык уже к определенному образу жизни он уже привык к тому что его картины покупают его уже знают он известный художник а тут из-за критики Резкина сильно падают цены и не хочу вам врать но вот он с Резкина хочет какую-то очень приличную сумму и в Лондоне проходит суд Уистлер не очень удачно скажем так выглядит на этом суде Резкин на самом деле в общем-то практически не приходит на судебное заседание но это связано с тем что он болеет у него как бы с психикой не все в порядке об этом знают его замещают там его друзья которые приходят его представляют но и тем не менее несмотря на то что Резкин был явно в невыигрышной позиции ну чтоб вам не соврать как бы ну всего лишь там несколько пений суд присуждает в пользу Уистлера но ни о каких больших суммах речь не идет вообще и Уистлер столкнулся с тем что его имущество продается после этого вскоре с молотка но не будем о грустном потому что хочется поговорить с вами вот о чем это наверное одна из самых знаменитых его вещей в моем личном хит-параде работы Уистлера она занимает почетное второе место первое вы еще увидите это его мать это Энн Макнейл причем предание говорит о том что должна была прийти на турчице но она не пришла и Уистлеру надоело ждать и он сказал маме садись я буду писать твой портрет он ее посадил она села как ей было удобно в принципе наверное ничего не меняли Уистлера все устроило все было красиво и он пишет эту волшебную вещь и она действительно совершенно волшебная вот говорить о работах Уистлера действительно очень трудно их надо уметь смотреть и уметь их видеть потому что здесь такая бездна вкуса здесь такое очарование его работы и мастерства как художника что ну вот эта штора вблизи когда ты к ней подходишь и ее рассматриваешь все так просто и примитивненько но ты делаешь два шага назад и эта штора вот эта графика этот пейзажик который здесь висит за вот этим вот стеклом причем ты понимаешь что он висит именно за стеклом вот это вот паспарту эта рамка то как это сделано вот что-то во-первых в этом безусловно есть японское дело в том что ну вообще японский дизайн японское искусство оно со времен вот той выставки оно с Уистлером теперь навсегда он уже без этого не может а как он пишет ее чипец и это лицо и это фантастика это такая нежность даже не по отношению к матери это нежность по отношению к краскам к холсту к этой картине его руки творят конечно что-то совершенно невозможное а как сверкает это колечко опять же вот как и Веласкес как он работает с белым он так пиу-пиу-пиу-пиу-пиу все ты отходишь а это манжеты и платок и то как стоят ее ноги на вот этой вот скамеечке и опять же Уистлер не хочет чтобы мы как-то трактовали этот сюжет он этого не хочет он хочет чтобы мы наслаждались этой картиной но я не могу вам не показать это королева Виктория женщина в черном и белый чепчик так хочет нам что-то сказать Уистлер или не хочет королева Виктория этой эпохи это тоже вдова которая похоронила любимого мужа с которым прожила 20 счастливейших лет своей жизни подавляющую часть своей жизни она проживет без него и эта вся жизнь будет посвящена его памяти и она навсегда в черном у нее единственное что белое это манжеты и это вот этот вот обязательный чепчик на голове чепчик замужней женщины и то же самое у матери Уистлера так хочет он нам что-то рассказать или не хочет нет конечно не хочет он хочет чтобы мы наслаждались его живой и мы сегодня наслаждаемся и ты понимаешь как ты находишься в Арсе и смотришь на эту вещь что вот оно счастье что весь этот путь сюда в другой конец Европы что это пятичасовое стояние под этим бывшим вокзалом ради того чтобы туда зайти они того стоили только ради того чтобы увидеть мать Уистлера ну вы же понимаете в Арсеттам еще много чего висит кстати да сотворение мира Густава Курбая оно тоже там но когда Уистлер выставил эту вещь лондонский свет этого не понял это было неинтересно скучно и вообще ну это тот период когда от королевы Виктории уже немножко устают как бы викторианство оно хорошо величием британской империи но вот этот образ вечной вдовы как бы он уже не вставляет английский эстеблишмент и высшее общество и кстати говоря соотечественник Уистлера тоже американец Джон Сарджент он в Англии того времени он просто делает состояние он самый модный художник потому что он пишет портреты вот такие вот это портрет леди Керзен это вице-королева Индии того времени вот это викторианская эпоха вот это то что хочет видеть Лондон вот таким должен быть портрет не то что пишет Уистлер это им неинтересно но Уистлер это Уистлер Уистлер в Англии знакомится с совершенно потрясающим человеком с историком с журналистом это Томас Карлейль это человек который для английской философии английской литературы журналистики публицистики истории сделал очень много очень своеобразный персонаж очень своеобразная личность которая во многом разделяла вот такие вот эстетские немножко элитарные взгляды Уистлера на искусство и они подружились и вот как Уистлер пишет портрет Карлейля опять же ну если у меня хорошо получилось вот так вот мама то почему бы так же не написать Томаса Карлейля и действительно пишет действительно красиво совершенно фантастическая вещь висит в глаз я в оригинале ее не видел но все репродукции в которых я видел если они только не откровенно зеленые как вот это они все очень хорошие умное лицо умные глаза опять-таки пишет очень легко причем написал достаточно быстро хотя писал вообще очень медленно писал медленно был очень требователен к натуре не позволял шевелиться не позволял двигаться кричал истерил писал очень долго в этом смысле они конечно с Серовым очень сильно похожи наверное единственное кто терпела вот эти вот бесконечные сеансы которые я писал это вот Мод Франклин это барышня с которой он тоже прожил достаточно долго и Мод Франклин именно отличалась тем что она умела долго ему позировать то есть сказал Джеймс стоять она будет стоять сказал день будет стоять день два значит два и вот эта вот аранжировка в белом и черном здесь как бы мы видим еще цвета но Уистлер настаивал на том что это аранжировка в белом и черном а это она же и это аранжировка в желтом и сером причем желтое вот такое здесь грязно-коноречное и вот такое своеобразное скорее голубое серое чем просто серое но опять же как это красиво, как он это делает, как он это пишет. Пишет очень легко. У него практически везде прозрачный холст. Он очень сильно разбавляет краску. Его это совершенно не смущает. Ему нравится такая манера. И посмотрите, какое живое лицо, ушко, носик, вот эта рука. Это все фантастически красиво. Опять же, о чем эта картина? Да ни о чем. Наслаждайтесь, смотрите и все. А вот это вот автопортрет. Вот это он такой в 1872 году. Это, кстати, незадолго до банкротства. И пару слов о банкротстве. Кстати, это мы с вами называем эту вещь автопортретом. А он это называл симфонией в сером. Потому что вы же помните, у нас все связано с музыкой. Вот. Посмотрите на лицо. Вот то, о чем я вам говорил. Вот видно виски на скуле. Видно холст. Вот видно холст. И он, по всей видимости, цвет самого холста, он частично использует как тень на лице. И выписывает только свет. Вот свет и цвет. Это все, что его интересует. И вот такой вот очень простой, очень-очень разбавленным пигментом написанный фон. И недописанная рука. Ну, недописанные руки, плечи, галстуки. Это вообще-то как бы хорошая традиция конца 19-го, начала 20-го века. Вы же помните, этим страдал или наслаждался. Да, этим наслаждался также Валентин Александрович Серов. А вообще мы этим наслаждаемся с самого начала 16-го века, когда первым это начал делать. Помните, кто? Да, правильно, Ганс Гальбейн-младший. Несколько слов о банкротстве Уистлера. Дело в том, что его имущество распродавал один аукционный дом, который назывался Содбис. И распродавая его имущество, этот аукционный дом понял одну интересную вещь. Искусство, оно отличается тем, что даже будучи непроданным, оно каким-то образом вообще растет в цене. И, наверное, имеет смысл им заниматься и пытаться его продавать, если не продано в этом году, продадим через год. И, короче говоря, во многом благодаря опыту с Уистлером появляется такой известный аукционный дом, как Содбис, который до сего дня в Лондоне замечательно продает искусство. Немножко портретов Уистлера. Это Теодор Дюре. Это коньячный дилер, вообще очень богатый человек. И после, кстати говоря, после банкротства вот такие вот состоятельные папики для Уистлера играют существенную роль, потому что надо как-то жить, надо как-то содержать дом, покупать краски и вообще содержать своих женщин, которые, кроме как бы, мод Франклин еще появляются. И мод Франклин закатывает именно эту тему. Истерики и скандалы, от которых он частично устает, но почему-то все равно продолжает с нею жить. И как портретист он прекрасен. Причем, что интересно, вот этот вот его портрет, он называется «Аранжировка с вспышками цвета». То есть работая над портретом этого предпринимателя, который предпринимателем наверняка обошелся недешево, Уистлер в какой-то момент понял, что слишком много черного и серого. И он дает ему в руки вот этот вот женский плащ, причем изнанкой и наружу, дает в руки веер, и посмотрите, как это красиво. И вещь сразу заиграла. И она действительно совершенно фантастическая. Ну и вот это вот одна из самых красивых женских фигур Уистлера. Это, опять же, симфония телесного и розового. Но это Фрэнсис Лейланд. Это жена Фредерика Лейланда, друга и почитателя Уистлера, который, банкротство Уистлера очень сильно ему помогает. Он покупает многие его работы. И, в принципе, Уистлер живет, по большому счету, прежде всего на деньги, которые он получает от Лейланда, от его фанатизма, от работы Уистлера. И вот он пишет его жену Фрэнсис. И, опять же, это надо смотреть только при очень сильном приближении. Как это все легко, как это потрясающе, как это между Веласкесом и Серовым. И как это красиво, и как это просто. Вот он действительно, он пишет просто. Вот ты смотришь на это все и думаешь, господи, да ну это же, ну так все легко. Как он это делал? А пытаешься повторить, а нет, не так все просто, как тебе кажется. Все намного сложнее. Какой артистизм в его руке. Но, опять же, опять же, да, Уистлер не хочет, чтобы мы трепались о его работах. Мы хочем, чтобы мы рассматривали. А то мы так договоримся до того, что вот эта вот ветка вишни или что это здесь банально, можно было бы без нее обойтись. А так, если бы молчал, так и не сказал бы этого. И все бы было бы хорошо. Ну, все действительно очень хорошо. Очень хорошо. И эти цветы здесь не лишние. Но, опять-таки, если их здесь не будет, портрет хоть что-то потеряет. Да, он потеряет все. И в этом весь Уистлер. У него нет случайного. Все, что есть в его картинах, это все работает на общее наслаждение этой вещи. Поэтому здесь, как в хорошей композиции, не добавить, не убавить. Фредерик Лейланд, муж этой очаровательной барышни, он заказывает Уистлеру оформить столовую в своем лондонском доме. Эту столовую потом назовут павлиньей комнатой. А во время ее действия как столовой в доме Лейландов в этой комнате хотели просто содержать коллекцию китайской японской керамики. Прежде всего, китайского, конечно же, фарфора, которая принадлежала Лейланду. Дело в том, что Лейланд вообще богатый предприниматель и коллекционировал не только Уистлера, но и китайский фарфор. Но именно здесь, среди китайского фарфора, находит место вот эта картина. Мы с вами сегодня ее уже видели. Это принцесса из страны фарфора. Ничего в ней, честно говоря, нет от принцессы. И вообще, это как бы одна из, на мой взгляд, наименее интересных картин Уистлера. Но вот в эту комнату она вписалась роскошно. Но тут важно другое. Лейланд хочет, чтобы Уистлер здесь выступил как дизайнер интерьера и организовал все это пространство. Он это захотел, он это заказал и уехал. А Уистлер достаточно быстро, ну за полгода, грубо говоря, он расписал эту комнату вот этими вот как бы павлинами. Но дело вот в чем. Вот эти как бы павлины это все, что осталось от золотой кордовской кожи. Эта комната обтянута кордовской кожей. Кордовская кожа это безумно дорогой материал. Этой кожи практически 300 лет. Это 15 или 16 век это делалось в Кордове. И вот то, что Уистлер просто тупо закрасил зеленой краской, вот здесь вот, да, вот под этой зеленой краской золотая кордовская кожа. И Лейланд хотел, чтобы эта золотая кордовская кожа работала на всю катушку. Среди всей этой золотой кордовской кожи был его фарфор. А Уистлер взял и в основном ее закрасил. Оставил только вот места для вот этих вот безумно красивых павлинов. Лейланд вернулся, все это увидел, схватился за голову и сказал, что нет, мне не нравится, это не то, что я хотел, какой ужас, я за это платить не буду. Они страшно поругались и поссорились. Лейланд за это не заплатил мерзавец. Интересно другое. Прошло много времени уже после смерти Лейланда и после смерти Уистлера. Чарльз Лэнгфрир, я покажу вам этого удивительного человека, американский предприниматель, меценат, который в Вашингтоне создал целую галерею, которая сейчас сегодня носит его имя. Он выкупил всю эту комнату вместе с содержимым, вместе с этой кожей, вместе с этим фарфором, вместе с этой принцессой из страны восходящего солнца, из страны фарфора точнее, и увез в Вашингтон. И сейчас эта комната в Вашингтоне вот в этой самой галерее Фрира, которую я вам тоже покажу. Вот он увез ее всю. Раз Лейланд не оценил, то ее оценил Фрир. И теперь эта комната не в Лондоне, где мы могли бы с вами еще ее увидеть. Лететь-то туда всего лишь несчастные три часа. А теперь надо лететь 13 часов или даже больше, потому что она находится в Вашингтоне. А вот таким вот Уистлера в этот период запечатлел его друг Уильям Чейз. Это портрет 1885 года. Вот так выглядел Уистлер. Вообще о нем говорили, что он, как никто, умеет одеваться. Он дэнди. Он умел носить этот монокль в глазу. У него всегда были лихо подкрученные усы, даже самые трудные для его времена. Он умел организовывать свои выставки, приемы. Но, конечно, судебный процесс с Резкиным и его банкротство, и вот эта распродажа на аукционе, она, конечно, его подкосила, чего греха таить. Дело в том, что вот именно после всего вот этого он вынужден активно писать портреты, потому что ему нужно зарабатывать. Но человек, конечно, был удивительным и уникальным, был острословом. Кто-то из его друзей о нем говорит следующую вещь. Через секунду вы обнаружите, что он не разговаривает. Он делает наброски словами, создавая впечатление в звуке и смысле, которые должны быть интерпретированы слушателем. То есть он в реальности и в общении с людьми, получается, вел себя примерно так же, как он вел себя в своем искусстве, в своей живописи. Он писал, а интерпретировать – это уже ваша забота. А я так понимаю, что еще лучше всего, если вы интерпретировать не будете, а будете просто смотреть или слушать. Вот такая вот гармония в сером – это леди Мье. Леди Мье – это барышня, которая, как говорили, не то из танцовщиц, не то из певиц, не то из варьете, не то из борделя. Но каким-то образом она сумела выйти замуж за Джонатана Мье, известного предпринимателя и банкира, и в одночасье становится леди. Мало того, она, вот тот самый пигмалион Бернарда Шоу, который очень быстро, буквально в считанные недели изучает этикет и из обычной дамы полусвета превращается в светскую львицу. Светскую львицу, которая даже умеет носить туалеты, которые носят только светские львицы, только уважающие себя дамы. И вот этот вот дневной костюм, в котором ее пишет Уистлер, причем вот Уистлер скотина, саркастичная и ироничная. Да, он пишет леди Мье, которая уже аристократка, но он пишет ее на фоне сценического занавеса, на фоне того мира, из которого она пришла в тот образ, в котором она существует теперь. Но это не важно. Посмотрите, как он пишет этот не то велюр, не то атлас. Ну что-то такое. И как это красиво. Вот эти вот вспышки белил, они напоминают вот эту вот красную мацету папы Иннокентия X, которого писал Веласкес, которого мы смотрели в прошлый раз. Тоже вот взмахи кистью с белой краской по красному фону дают вот этот вот блеск папского муара, папского атласа. И вот Уистлер делает ровно то же. Это очень красиво. И какие-то легкие мазки, легкие штрихи кистью, они уже дают ощущение рукава и какого-то шифона, каких-то украшений, перчатки. Божественная вещь. Она же леди Мье. И вот посмотрите, как наша барышня умеет замечательно носить, во-первых, вечернее платье, во-вторых, все в порядке с мехами, все в порядке с драгоценностями. Она чудесно себя чувствует в этом облике. Причем интересно, что вот этот портрет леди Мье в мастерской Уистлера увидели молодая чета принца Уэльского. Принц Уэльский, который станет королем Эдуардом VIII, и его жена, будущая королева Александра. Кстати, родная сестра российской императрицы Марии Федоровны, а обе они вообще датские принцессы. Страшно были похожи друг на друга, и их дети страшно похожи. Поэтому, собственно говоря, король Георг V английский и император Николай II, это вот дети этих сестер, они действительно, вот они как один человек, они как близнецы друг друга были. Они страшно были похожи. Вот они видели этот портрет леди Мье, и оба, причем вы же понимаете, это чопорные британцы, это викторианская Англия. То есть у них даже в мыслях не появилось, что леди Мье как бы еще вчера, это барышня полусвета. Нет, что вы, они видели перед собой английскую аристократку, которая гордо стояла в вечернем платье, в бриллиантовой диадеме, и вся такая себя очень респектабельная. Ну и естественно, конечно же, как и всегда, у Уистлера это аранжировка. Это аранжировка в черном, причем номер пять. Так случилось, что Уистлер женился. Он влюбился, женился. Беатрис Уистлер, или Беатрикс, он называл ее Трикс, она была тоже художницей, причем художницей неплохой, я вам хочу сказать. Я вам не показываю ее работы, их не очень много как бы сохранилось, но поверьте мне на слово, либо просто забейте, загуглите Беатрису Уистлер, вы увидите женские портреты очень приличного качества. И естественно, он пишет гармонию в красном. Он не может это назвать просто портрет жены художника, или Беатрису Уистлер, нет. Это обязательно должна быть какая-то гармония или аранжировка, в данном случае гармония в красном. К сожалению, счастье их продлилось очень недолго, буквально через два года после женитьбы выяснилось, что у нее рак. И последние два года ее жизни Уистлер за ней ухаживал, и когда она умерла, он очень страдал. Он очень страдал, а вот это андалусийка, или, естественно, аранжировка в перламутрии и серебре. Вот это андалусийка или аранжировка. Она написана вот в этот период его брака с Беатрис. Это какая-то ее родственница. Она, ко всему прочему, еще была одно время секретарем Уистлера, ему помогала. Почему, собственно, андалусийка? Она андалусийкой никакой не была, потому что поверх вот этого вечернего шифонового платья, то есть, ну, понятно, что это не просто шифоновое платье, здесь атласный чехол под этим черным шифоном, а сверху надето болеро. Вот это болеро с вот такими вот рукавами-буфами, это, ну, вообще, это традиционный, практически народный, фольклорный женский-испанский костюм, часть испанского костюма, то есть болеро, вот такие короткие пиджачки, куртки. В Испании это унисекс, это носят и мужчины, и женщины. И во второй половине XIX века вот такие вот шифоновые болеро или меховые, или из перьев, они активно входят в моду. Ну, и вот, собственно говоря, отсюда вот эта тема андалусийки. Но, опять же, все это, как сказано у великого Шекспира в Гамлете, слова, 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 слова. Здесь важно живопись у Истлера. Вот он не утруждает себя даже тем, чтобы прописать раковину уха или добавить барышни реснички, или ноздрю, или чуть-чуть хотя бы обозначить уголок рта. Не надо. Это до такой степени в целом красиво. Здесь, ну, такие фантастические вот эти вот шифоновые буфы, этот бантик, эти складки, вообще как бы вот весь поворот этой позы, она такая правильная, она такая уверенная, она такая естественная и живая, что без наслаждения нельзя на это смотреть. Ну, и я не могу не показать вам мою любимую вещь у Истлера. Это мисс Сесили Александр. Симфония в сером и зеленом. Ну, как без симфоний. Японщина на всю катушку, вплоть до того, что здесь летают бабочки, как вот на работах у Тамара, там, или ранних японских композициях времен эры Хэян, которые боготворил Уистлер и которые боготворил отец мисс Сесили Александр. Дело в том, что мистер Александр, он банкир, он лондонский банкир, и он, как и Уистлер, поведен на всем японском, и они, собственно говоря, и схлестнулись в сладостном экстазе, именно на почве любви к японскому искусству. И портрет его дочери Сесили Уистлер пишет именно вот в таком вот немножко как бы японском интерьере. Вот такое ощущение, что за нею это не просто какой-то фон, да, это вполне себе реальные японские сёдзи, и стоит она на полу обычном для японской домовой архитектуры. И вот что-то там лежит на стульчике, причем лежит очень красиво. И вообще вся эта живопись, и эта шляпа с пером, и вот эти вот ее ножки, и эти туфельки, и то, как Уистлер это делает, это какая-то фантастика. И вот когда ты понимаешь, когда ты смотришь на вот такие вот его вещи, кто-то мне однажды сказал, Серов, ребята, какой Серов? Ну куда Серов? Господи, прости меня за то, что я говорю такие вещи. Но вот когда я вижу вот это, вот ничто рядом не поставить. Но опять-таки, нет, я не прав, потому что вот Уистлер, а слева от него Веласкес, а справа от него Серов. И вообще, вот эту троицу для меня можно менять местами как угодно, их ценность от этого не меняется. Конечно, очень классная, очень классная, совершенно необыкновенная вещь. Причем вот она висит недалеко. Она в галерее Тейт, она в Лондоне, поэтому как только все откроется, даст Бог, и мы все поедем. Я, кстати, в Лондоне не был, мне туда просто срочно нужно. Вот Юра был, а в галерею Тейт не зашел. Фантастическая мисс Сесилия Александр. Запомните ее, ребята, будете в Лондоне, не проходите мимо. Тоже детский портрет, но показываю вам потому, что ну вот просто посмотрите, как он это делал. И вот посмотрите, как они все-таки с Веласкесом и с Серовым близки. И как их объединяет вот эта вот манера написания вот этих вот детских или юношеских лиц, где нет ни тени пошлости, где нет ни тени вот этого усю-сю, никакой мимишности, а вот просто восторг перед красотой юности, перед вот этим чем-то. Это просто весна. Это вот просто весна жизни, и они ее запечатлевают. Ну и я вам хочу сказать, что если бы Уислер не был великим жанровым живописцем, если бы Уислер не был великим портретистом, он вполне мог бы быть прекрасным пейзажистом. Причем он пейзажист-репортажник. Вот, пожалуйста, канал в Амстердаме. Причем написано, наверное, я так думаю, мгновенно, хотя может и нет. Может писал долго, потому что вот как бы я говорил, да, Уислер как и Серов, он пишет долго. А может быть написал быстро. И как все красиво, и какое золото, и какие оранжевые шмотки тут висят. И как это все легко, быстро, мгновенно, чудесно и убедительно. И ты чувствуешь эту воду, и ты чувствуешь этот воздух. Или вот, пожалуйста, тем же зимой скованное льдами. Он тоже как бы, вот этот холод, он ощущается физически. И вот он как Веласкес, он как Серов, он машет кистью как мечом. И вот каждый его взмах, каждый удар по холсту, это стопроцентное попадание. Это очень красиво. И какая свободная у него рука. Но так интересно, да, вот смотрите, парусник, да, парусник во льдах, вот он замерз. И вот смотрите, Уислер не хочет, чтобы мы трактовали его картины. Он не хочет, чтобы мы искали смыслы. А так и хочется сказать, что вот смотрите, Уислер как бы говорит нам, что вот эта вся красота, вся эта эстетика, все это изящество парусников, это уже все вчерашний день. Потому что сегодняшний день это вот эти заводы, вот эти трубы и вот эта копоть. Но нет, Уислер этого не хочет. Он хочет, чтобы мы просто смотрели. Поэтому мы просто смотрим. Магазины в Челси. О чем этот фильм? Да ни о чем. Просто магазины в Челси. Ему просто нравится это писать. Это картины плывущей жизни, плывущей действительности. Это то, что в японском искусстве эры Токугава, которая вот предшествовала 19 веку, называется Укиоэ. И Уислер, конечно же, об этом знает. Он это все боготворит. И он эту тему просто переносит на лондонскую почву. Или вот такой вот пляж в Британии. Тоже. Вот ты смотришь на этот пейзаж? Ничего особенного. Где проработанность? Где детализация? Где все? То, к чему мы привыкли у, скажем, Майвазовского. Да, это все для Уистлера. Для Уистлера вот круто. Это вот это вот. И сделано это легко, просто и быстро. Но дело в том, что ты смотришь на вот эту вот доску с краской. Причем краска написана так, что ты сквозь эту краску эту доску, собственно говоря, видишь. И ты веришь в этот воздух, в это небо, в эти облака, в это море, в этот вечер. Это все работает. Ну, и не могу не показать вам Чарльза Олега Фрира, человек, который ну, скупил практически всего того Уистлера, которого купить после смерти Уистлера можно было. Он покупал его и при жизни. Они были знакомы. И, собственно говоря, то, что последние годы Уистлера, а умер он в 1903 году, через шесть дней после своего дня рождения, именно 17 июля, он немножко, он буквально несколько лет не дожил до своего 70-летия. Ему получается сколько? 67 лет было, когда он умер. Они познакомились, и во многом как бы то, что Уистлер не в нищете прожил свои последние годы, во многом надо сказать спасибо вот этому человеку. И Фрир, конечно, все, что мог купить, он купил и увез. И таким образом в Вашингтоне возникла вот эта вот галерея Фрира. Вот на ней прямо написано Фрир Гэлери оф Арт. И здесь Уистлера много очень. Это Вашингтон. И напоследок я хочу вам показать вот что. Вы знаете, когда ты смотришь Уистлера много и долго, в какой-то момент все вот эти вот его чудачества с аранжировками, гармониями, симфониями. Нет, я все понимаю. Ну, Филь Готье ему по мозгам в свое время проехался так, очень хорошо и основательно. Но это все действительно выглядит немножко чудачеством, потому что красота портрета Сесилия Александра нисколько не меняется от того, что она не была бы названа гармонией в сером и зеленом. Но когда ты сталкиваешься вот с этой его работой, которая называется «Внимание», оранжевая нота, то ты понимаешь, что в этом названии оранжевая нота вся глубина, вся суть этой живописи, потому что на вот этом оранжевом, на вот этой маленькой оранжевой ноте вот этих не то мандарины, не то апельсины, строится здесь все. И все колдовство этой живописи, оно строится вокруг этой оранжевой ноты. Поэтому у Уистлера это не чудачество. Это все очень серьезно и очень искренне. И вот после этой оранжевой ноты ты по-другому смотришь даже на его симфонии, гармонии и аранжировки. И ты понимаешь, что мисс Сесили Александр может не быть мисс Сесили Александр, но важно, чтобы мы помнили о том, что она симфония в сером и зеленом. И вот на этом, если вы позволите, мы закончим нашу встречу о совершенно потрясающем Джеймсе Эбботе Уистлере, которого мы с вами сегодня рассмотрели в нашем неакадемическом искусствоведении, самым, что называется, неакадемическим способом. Надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, на наши новые обязательные встречи, как обычно, по средам в неакадемическом искусствоведении. Всем хорошего вечера и всем спокойной ночи, сладких снов и до новых встреч. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok